Юрий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Рад вас видеть, рад слышать и рад пересмотреть. Это всегда очень взаимно. Вы знаете, Юрий Борисович, вот я вспоминала о ваших первых выступлениях у нас и, в частности, о вашем интервью, тогда просто разорвавшем информационное пространство. Где вы подробнейшим образом рассказали о том, кто такой Путин, как он начинал, какой у него характер, как к нему относились во время его учебы его однокурсники. И вы, как человек, который вместе с ним заканчивали один и тот же вуз, в деталях подробно описали тогда для всего мира. Ну, это было открытием, хочу сказать, потому что это уже сколько лет прошло. А вы ведь одним из первых стали говорить о том, что, вы знаете, а вы не преувеличиваете вообще умственные способности Путина. Вы не преувеличиваете его значение. Многие пытаются рисовать его супермозгом и суперменом. И, кстати, он сам на это потратил огромные деньги, причем не свои, а русские, их национальное богатство, коррупционные свои деньги, вот так скажу, на то, чтобы Запад тоже считал его и боялся его. Но 24 февраля 2022 года, приняв решение о широкомасштабном вторжении в Украину, он все то, за что он так долго платил и западным политикам, и все, что он так долго выстраивал с точки зрения своего имиджа, он сам же и разрушил. И все увидели, что действительно король-то голый. Вот когда вы тогда говорили о том, что кличка у него была в КГБ и в университете, а курок, что его бледной молью называли, а все ведь увидели, что да, так оно, наверное, так и есть. Просто очень мстительный, очень злой, очень на комплексах человек. Юрий Борисович, вот что о нем еще такого вы не рассказали или вы можете сегодня добавить к его психологическому портрету, о чем не было сказано ранее? Ну, трудно сказать, я уж не помню, столько было наговорено за все это время. Пожалуй, вот что, вот что, я думаю, будет интересно узнать. Вот в плане создания его имиджа, который вы только что упомянули, на который работали все средства массовой информации России, которые он поставил под свой контроль. 20 лет на Эдетта работали, чтобы из бледной моли сделать Орлая такого, Кондора. Где-то, да, там одна из главных мыслей, что суперразведчик, чуть ли не Джеймс Бонд, если не Джеймс, то, по крайней мере, Штирлиц. И я вам говорил, я вам рассказывал, вашему супругу о том, что он в разведке никогда не работал. И, видимо, не совсем я даже вел мысль до конца, потому что важно рассказать, где именно он работал. А работал он в Пятом управлении КГБ СССР и в Краснознаменный институт разведки, куда его направили, где он плохо учился, не справился, и после этого его на работу не взяли. Так вот он попал туда с Пятого управления КГБ СССР. Называлось оно в последние годы советской власти «Управление по защите Конституции». Но на самом деле это была политическая полиция. Это то управление, которое... Это не разведка, не контрразведка. Это не то подразделение, которое занималось проблемами безопасности страны. Это наследники третьего жандармского управления, которое существовало в Российской империи. Которые боролись с революцией, плохо боролись, потому что так не поборолись. Но чем они занимались? Они создавали подставные организации, в том числе террористические. Террористические организации, которым позволяли даже князей великих убивать. Эвну Азов, чего стоят? Да, наверное, многие знают эту историю. Вот одна из креатур. Потом они создавали подставные рабочие организации, которые якобы борются за права рабочих. На самом деле это были опять-таки провокационные организации, которые изнутри должны были подорвать. Вот среди он работал, а это наследники были, Пятое управление, которые кошмарили диссидентов, которых там кот наплакал был. Но какую опасность они могли представлять для Советского Союза, который погиб из-за идиотизма своей собственной политической элиты, а не от диссидентов. Вот там он работал, и то управление, где он работал, и он сам, и потом, когда он уже был накануне президентства своего, они занимались вот этим. То есть они воевали против собственного народа, против лучших его представителей, потому что они, как правило, обращали внимание на людей, у которых есть мозги. Вот их и давили. Потом помните этот пятый памятный случай, когда накануне его избрания, когда он был еще никто, и звали его никак для народа, я имею в виду. Они начали взрывать дома в Москве, в Волгодонске, там целая серия была. Под завалом этих домов погибли сотни людей, москвичей и других. То есть они своих собственных людей побивали. То есть это жандармы. Вот для того, чтобы вам дополнить его характеристику, это, так сказать, отрыжка третьего жандармского управления. И вы поймете, кто он такой. То есть если бы он был разведчиком, если он был контрразведчиком, Россия была бы другой страной. Она бы не ввязалась в эту идиотскую войну. Потому что только дегенерат, который, провокатор, который загнал себя в угол за 20 лет, разворовав в значительной степени золотой дождь, который пролился на Россию благодаря нефтедоллару. Он умудрился загнать страну в такую ситуацию и свой рейтинг, когда надо было начинать эту идиотскую безумную войну для того, чтобы оттуда вылезти. И вместо этого он загнал еще совсем уже безыходный угол в яму, из которой ему нет выхода, я так считаю. Юрий Борисович, ну в принципе мы уже накануне годовщины этой жуткой, жуткой просто войны, которую фашистская Россия и фашист Путин ведут против Украины. Вы знаете, ну пора подвести некие итоги. Вот скажите, на ваш взгляд, что самого главного вы бы сказали о том, что Путин получил, в каком состоянии находится Россия? И как это вообще, как произошла трансформация лозунга «Взять Киев за три дня» до того, что они сейчас в Москве и по всей России бомбоубежище срочно строят, а над Министерством обороны и над другими зданиями, в том числе на жилых домах в Москве устанавливают системы ПВО? Знаете, я вот, вы мне задавали вопрос, а я вспомнил, вспомнил добрый старый фильм, назывался «Подвиг разведчика», по-моему, 47-го года или 48-го. Кстати, снимался на киностудии Довженко и там роль советского разведчика играл Кадочников, такой супергерой. И вот там гестаповец поймал Кадочников, советского разведчика, которого забросили в тыл, по-моему, где-то там в Виннице его забросили, да? Он в военной форме выдает себя за опор лейтенанта, вермахта, и вот гестаповец его поймал и тащит гестапо и рассказывает, вот сейчас я тебе расскажу. Гестаповец знал, что этот майор, что он майор советской разведки. Я говорю, сейчас я тебе приведу в гестапо, я тебе крышка, я получу крест, а потом смотрит на него, она же мужественный такой герой, он говорит, мне нравится ваша выдержка, майор. Вы знаете, что вам конец, но вы мужественно держитесь, скажу я вам так. А это ему отвечает, как разведчик разведчику, я вам скажу, что вы болван, Штюбинг. И тут же его размазывают, рассказывают, почему он болван. Так вот, отвечая на вопрос, если бы я имел сейчас возможность обратиться к Путину по результатам его года, этой операции, я бы сказал, вы болван, Штюбинг. Потому что действительно, смотрите, он, когда задумывал эту операцию, принимал решение он, то есть у идиотов скружилась голова под воздействием средств собственной информации, его средств информации. Он возомнил себя эдаким Александром Македонским. Он не знал, оказывается, ничего, он не знал Россию, он не знал, какие реальные у него вооруженные силы, не говоря о том, что он не знал, что такое Украина и что такое ВСУ. Он просчитался с Китаем, он просчитался с НАТО, он думал, что это все развалится и они будут помогать Украине. То есть этот дебил умудрился, ну, все проморгать, вот из всего набора решений, которые он принимал, во всех он просчитался. Теперь мы находимся там, где мы находимся, и он сейчас делает последние всплески, так сказать, последние волны, прям с мобилизацией. Грозился ядерным оружием, но его предупредили, то есть ядерное оружие уже не в наборе тех карт, которыми он может играть. Не в наборе, Юрий Иванович, скажите честно, не? Нет, 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 по многим причинам. Причина номер один, потому что у них практически нет ядерного оружия. То есть вы понимаете, когда человек нажимает на красную кнопку, он должен быть уверен, что он победит. Иначе в ответном ударе его не будет через 15 минут. То есть серьезное это решение. Тут не то, что 50 на 50, тут гораздо больше ставка, что ты проиграешь. Вот, поэтому ядерные боеголовки там не обслуживались, насколько я понимаю, с конца 90-х годов. То есть его уже практически нет, потому что надо было менять там в них полоний, а он не производится в России. Он прекратили его производство с момента развала Советского Союза. Это про боеголовки. Что касается носителей, ну, в частности, наземного базирования, то это же все ракеты, которые на Южмаше в Украине были построены во времена Советского Союза. Ну, с тех пор они что-то там делали, пыжились, ну, судя по всему, закончились тем, что перекрасили ракеты, изготовленные в Украине при Советском Союзе, и назвали их иначе. Короче говоря, надежды на всего этого нет. Ну, и что касается тактического оружия, он, конечно, мог бы там где-нибудь вытащить какой-то снаряд один и где-нибудь взорвать поблизости Украины, для того, чтобы, так сказать, напугать. Но это тоже не решение, это он обречен, потому что тогда от него отвернутся даже те страны, которые, по крайней мере, сейчас в какой-то степени покупают у него нефть и газ. Я имею в виду Индия, Бразилия, Китай. То есть он останется абсолютно один. Он этим тактическим ядерным оружием не решит ни один вопрос для себя, а себя погубит, потому что в ответ он знает, что уже будет. Вот уже F-35-е прибыли в Польшу. Это те истребители, которые, ну, как считают американские эксперты, которым я не могу не доверять, которые в течение двух часов могут уничтожить всю противоракетную оборону. Все их пусковые установки, которые находятся в радиусе вокруг Украины, да, это нужно два часа примерно. А после этого можно все брать, все вооруженные силы Российской Федерации голыми руками. Поэтому не будет этого, не будет. Значит, он сейчас выплывает, это очередная мясорубка за счет своих мобиков и чмобиков. А нам, нам самое главное сейчас успеть, чтобы пришло оружие западное, прежде всего американское, и плюс, чтобы подготовили украинские экипажи, которые будут этим оружием управлять. И это нужно сделать так, чтобы это произошло до вот этого генерального сражения. И то, что я слышу здесь, это произойдет. То есть все это будет в целом, вовремя и при приличной подготовке. Юрий Борисович, вот вы сейчас интересную очень вещь сказали о том, что в Польше уже прибыли истребители F-35. Дело в том, что сегодня американские СМИ написали, что уже точно подтвержден визит Джо Байдена в Польшу, к президенту Дуде. Вот примерно они это планируют сделать в годовщину войны, то есть это там конец февраля. Более того, у нас говорят, что возможно и президент Зеленский приедет на эту встречу в формате трех президентов. На этом фоне в России истерика. То есть там и пропагандисты, и какие-то депутаты, и кадыров заявляют о том, что все, после Украины следующая цель – Польша. Мы идем в Польшу. Ну то есть типа Украину они уже как завоевывают? Ну да, уже, уже, да. Они уже в Польшу идут. Так вот у меня вопрос. А если прибывают F-35 в Польшу, о чем это говорит? Что НАТО таки может вступить в войну и, собственно говоря, быстрее, быстрее дать возможность Украине победить, а значит, сохранить украинские жизни, не дать возможности разрушениям. И, собственно говоря, ограничиться полем боя только в Украине, потому что ведь действительно эти сволочи, у них была бы возможность, конечно, они бы полезли дальше и в Европу и дальше. Ну смотрите, сейчас настроения такие в Вашингтоне, ну, видимо, приняли, я вижу, что приняли стратегическое решение, что с войной нужно заканчивать желательно в этом году, но в следующем так это обязательно. Причем это двустороннее решение и демократов, и, я бы назвал их, здорового крыла республиканской партии, которые их называют неорегонистами и которые не имеют никакого отношения к трампистам. Это надо четко понимать, потому что трамписты – это враги, это те, которые говорят «не цента больше Украине», причем начинается с этого года. Так вот, значит, принято решение, нужно заканчивать. Отчасти это решение принято угрозой вот этих трампистов, которые грозятся прекратить. Ну, в этом году им вряд ли это удастся, там есть хитрые ходы, видимо, Украина еще получит. Есть надежда осенью, еще один большой пакет. Но затягивать не следует, потому что в следующем году предстоят здесь президентские выборы, и очень велика, очень велика вероятность, что придет к власти республиканец. И один из них, который выставил уже свою кандидатуру, это Трамп. Вы серьезно? То есть вы думаете, что велика прям вера, да? Что придет республиканец? Да, да, да. Ну, потому что Байден, ну, еще неизвестно, еще неизвестно. Он, конечно, в том возрасте, в котором не следует идти на второй срок, не следует. Но я не вижу других достойных кандидатов. Ну, вот. Теперь, значит, с завтрашнего дня они откроют шумный процесс, то есть разбор полетов против Байдена, который будет длиться до президентских выборов следующего года. Короче говоря, будет шоу. Вот. Поэтому нужно заканчивать войну лучше всего в этом году, а уж в следующем так это точно. Но эту войну нужно заканчивать только победой, потому что иначе летит вся стратегия Соединенных Штатов и вообще НАТО, Запада, в которой присутствует еще Китай. То есть проигрыш Украины в войне против России, он подразумевает промощь, то есть провал, поражение всего Запада в противостоянии с Китаем. Нужно побеждать. Другое дело, как это понимать, как понимать эту победу, вот, дефиниция, что такое победа, она еще как-то так не сформулировалась. Она должна быть сформулирована, ну, в принципе, да, на украинской стороне она сформулирована. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка, видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду за все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал, у меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю, неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабуемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так видно будет, видно будет, да. Ну вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Ну, смотрите, Юрий Борисович, у нас здесь нет вообще никаких разногласий у украинского народа с украинской властью. Что, кстати, бывает нечасто, но вот здесь мы полностью едины. То есть у Украины есть полное понимание, что такое победа для нас. Это выход на границы 91-го года. Это там репарации, понятно. Это все преступники должны быть осуждены, понятно. Но это, и вот здесь это залог того, чтобы эта вообще конструкция работала. Кроме того, что Украина должна быть в НАТО, но Россия должна быть денацифицирована, деимпериализирована и демилитаризирована, что обязательно включает денуклеизацию. Потому что оставлять эту варварскую фашистскую страну с ядерной дубинкой, это значит, что бомба замедленного действия через пять, через десять лет они опять попрут. Это опять те же жертвы, опять, ну, то есть это хаос всегда, причем не только для Украины, а для всего цивилизованного мира. Так вот, вы знаете, я со многими сейчас, со своими собеседниками обсуждаю этот вопрос. Украина, да, вот у нас есть это видение, четко понятно. А Запад, насколько он уже пришел к вот такому же пониманию украинской победы? Потому что если в начале войны было истерия, давайте сохраним Путину лицо, сейчас этого уже нет. То есть Путин должен проиграть и только так, и в этом они уже едины. Но вот понимают ли они, что Россию нужно деноцифицировать, демилитаризировать, денуклеизировать и демилитаризировать? Я думаю, нет. Я это понял еще летом и объявил это на своем канале, что без вот этих трех Д в долгосрочном плане ситуация будет сложнее. На Западе и в Вашингтоне сейчас ситуация примерно следующая. Вот для того, чтобы произвести вот эти все ДЭХ, которые вам сказали, необходима полномасштабная война НАТО против России, которая должна привести к ее полному разгрому, как была разгромлена Япония и Германия после Второй мировой войны. Вот это демилитаризация, то есть это полная капитуляция, как после Первой мировой войны Германии подвергли, забрали у нее все практически, запретили иметь вооруженные силы. Ну это примерно так это звучит, демилитаризация России. Это как Германия после Первой мировой войны, после которой пошла Вторая мировая война. Вот, поэтому я вижу на Западе, то есть в Вашингтоне сейчас такая наиболее популярная, что ли, точка зрения. Нужно прежде всего решить вопрос с освобождением всех оккупированных территорий на материковой части Украины. Имеется в виду без Крыма пока, это первый шаг, первый шаг. Затем, значит, будем посмотреть, вообще у них тактика такая, учитывая наличие ядерного оружия у этого безумца. Хотя, как я вам только что сказал, это оружие не такое уже и работоспособное, но, тем не менее, здесь, понимаете, та ситуация, когда нельзя сделать ошибку, когда нельзя сказать, я на 90% уверен, что у него нет ядерного оружия, а потом вот этот 1%, то есть 10% или даже 1% бац, и упадет на голову кому-то. Нужно совершенно на 100% исключить. А этого не может не сделать никто. Таким образом, поэтому они делают one step at a time, то есть шаг за шагом. Ну вот как вы только что сами вначале рассказали. Сначала дали дживелин, потом дали стингер, смотрят все нормально, потом дали М-37, потом еще и так далее. И смотрят на реакцию, реакция, она никакая реакция не будет, потому что ему нечем ответить, но они хотят это видеть, что ему нечем ответить. Короче, в первом шаге они должны, они считают, что нужно освободить все оккупированные территории на материковой части Украины, наблюдается за реакцией, я уверен, что реакция будет, ну там Медведев пошумит, покричит, ножкой топнет, вот примерно так, что-нибудь в Твиттере напишет. А второй шаг – это освобождение Крыма. То есть должно быть освобождены в целом все украинские территории, затем, после войны, Украина однозначно должна превратиться в форпост западной цивилизации на границах диких племен. Вот помните Киевская Русь? Она же была вот как раз этим защитным валом между Византией и печенегами и половцами, то есть от варваров защищала эту Византию. Ну вот так примерно получается сейчас с Украиной, к сожалению, потому что, ну география такая, ее не изменишь. А для этого Украина должна быть вооружена до зубов новейшим оружием. С НАТО, я думаю, не совсем получится, потому что зачем Украине такие страны, как Франция и Германия? В НАТО вопрос стоит так, понимаете, вот если на какого-то члена НАТО нападают, то все остальные страны посылают, родители, посылают своих сыновей и дочерей защищать вот ту страну, ее народ. Для этого надо быть для них своим человеком. И прежде всего элита этой новой страны, которая вступает в НАТО, должна быть своей с элитой стран НАТО. Вот смотрите, Финляндия и Швеция. Как их быстро сказали, будем воспринимать, да? Молниеносно. Только не заявили, их приняли, потому что они свои. Ну да, там Турция еще артачится. А так, в принципе, сказали же сразу, готовы были сразу принять. А вот с так называемой украинской элитой политической, и вот как-то не получается, понимаете. А у нас это будет присутствие не украинский народ, не ВСО, а вот эта элита с золотыми яйцами там, со всеми прочими. И вот это, вот это очень беспокоит. Я думаю, что война все равно, победа, когда она будет, я думаю, что по-другому все это будет выглядеть. Но для Украины реально нет альтернативы НАТО, потому что ну не придумал мир сегодня, может оно плохо работает. Я вас сейчас успокоил. Альтернативы НАТО к зонтику я не вижу. Есть, есть, есть. Ну почему нету? Есть договор между Японией и Соединенными Штатами Америки. Где вот этот ягер-зоник? То, что у Афганистана было? Нет, ну что, в Афганистане ничего не было. Там были просто Пентагон и все. На этом все держалось. И коррумпированный режим. Убрали оттуда американские войска, все рухнуло. Вот договор, который между Соединенными Штатами и Японией. Вот вам, пожалуйста, там нету никакого НАТО. Затем готовность Соединенных Штатов защищать, хотя это даже не прописано, но не готова защищать своими силами, вооруженными, Тайвань. Никто не мешает создать мини-НАТО или альтернативное НАТО вдоль восточного фланга НАТО, такое, как вот туда бы вошла бы Польша, Балтия, Великобритания и Украина. Вот это было бы настоящее НАТО, потому что ну какое НАТО, там Лихтенштейн или Германия, они же уже не вояки, все. Я надеюсь, что в этом вопросе, вот честно, что вы ошибаетесь, и что все-таки нас примут в НАТО, хотя бы сразу после победы. Леся, я вас приглашаю, заходите ко мне на канал, я вот два видео до этого, длинно, в двух, по-моему, видео, я анализировал статью, вернее интервью, одного из умнейших людей в Соединенных Штатах Америки. Его зовут Роберт Гейтс, республиканец, который был директором ЦРУ, министром обороны в нескольких администрациях. Он выше этих партийных всех дел. Я наблюдаю за ним с начала 80-х годов. Умнейший человек, и то, что он говорит, это сбывается. Вот он написал про танки вместе с Кандализа и Райс, когда о танках так говорили, очень-очень-очень аморфно. Райс через некоторое время были поставлены. Вот он практически исключает принятие в обозримом будущем Украину в НАТО, но он говорит, что Украина должна стать членом альянса другого, не обязательно НАТО. Ну, почему у вас НАТО? Какая проблема с НАТО? Какая у вас проблема с НАТО? Слушайте, даже уже кисти. Называется, мы его мини-НАТО, а все остальное то же самое. Даже уже кисти. Олеся, вот последнее вам сейчас скажу. Вы знаете, что пока вот сейчас вступает Швеция и Финляндия, все это подвисло же, да? Как только они сказали, что они собираются вступать в НАТО, Великобритания подписала с ними соглашение, согласно которому, если на них нападет Россия вот в данный момент, Великобритания готова применить свое ядерное оружие для их защиты. То есть есть варианты. Есть варианты. Включая то же самое, пятую статью ядерное оружие. Даже уже Киссинджер, ваш друг давний, который вы рассказывали, у него кличка агентурная, несостоявшаяся, да, была Киса. Да, да, Киса. В свои сто лет пересмотрел позиции некоторые, ну, еще не до конца, правда, пересмотрел, но тем не менее. Ему сто лет. По НАТО он уже сказал, что надо принимать. Хорошо, идем дальше. Нет, я все-таки забываю, Олеся. Я вот единственное, что хотел сказать, умную мысль. Помните, как в кино мимино? Сейчас я вам одну умную мысль скажу. Я считаю, что надо добиваться реальной цели. Вот, как примерно сказал Бигей, что надо Украину принять в систему коллективной безопасности, но не в НАТО. Ну, аналогичное, да? Это реально, это реально, потому что если вы поставите НАТО, то можно биться 20-30 лет за НАТО, а в это время страна будет незащищенной. То есть Украине после победы нужно сразу куда-то вступать для того, чтобы обеспечить свою коллективную безопасность. Плюс изобилие оружия. Можно я вам возражу сразу? Смотрите, когда в первый же день широкомасштабного нападения мы все кричали, взывая к Западу, закройте украинское небо, то есть подразумевая все, в том числе там и истребители, и ПВО, и все остальное, нам Запад говорил устами той же Германии, ну максимум мы вам каски можем дать. И каски они нам дали. Все, никакого оружия, ничего. А потом шаг за шагом. То есть нужно, я как раз нет, я как раз считаю, что нужно ставить цели вот те, которые прям нужны. Ну и идти к ним, потому что опыт показывает, что так это и работает. Ну и слава Богу, да. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Мне кажется, что очень много людей вас сегодня, видя и интервьюируя, спрашивают о том, вот вы, когда еще во времена вашей учебы совместной с Путиным в Институте внешней разведки имени Андропова, почему вы с ним там ничего не сделали? Вот представляете, какую бы услугу вы миру сейчас оказали? Лиз, ну, во-первых, я же вам рассказывал-то, и Дмитрию рассказывал в одном из первых интервью. Я-то лично с ним не пересекался. Вообще не пересекался. А, жалко. Не знаю, не знаю, потому что я пересекался с людьми, которые его тренировали, но мне рассказывали совершенно никчемное создание. Он был такой, знаете, как Пушкин про Татьяну Ларину писал в молодые годы. Дикая, печальная, молчаливая, как лань лесная, боязливая. Она в семье свою чужой, родной казалась девочкой чужой. Вот такое оно было. Такое забитое, занюханное какое-то, на которое никто не обращал внимания. И поэтому он обозлился на весь честной мир. Вот. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. У нас были разные компании, разные люди общались. Видите, с кем он общался? Он в основном с ЛГБТ тогда общался, хотя тогда это было уголовное дело. Статья УК РСФСР, статья 131 под названием «Мужеложество». А когда он общался с ЛГБТ? Путин? Ну да, ближайший его дружок, который с бычком водил, который после этого стал миллионером, миллиардером даже. Ну да, это только один из них. Вот. Поэтому у него, да, у него другие компании были, другой круг знакомств. Так он в них входил? Он с ними активно общался, скажем так. А сейчас Россия полна законодательных инициатив запретить все, что связано с геями, лесбиянками и так далее. Запрещают самые активные участники этого ЛГБТ. Самые активные. Володин же там у них председатель какой-то там в Госдуме. Одна из величин. Жириновский, сторонник покойный, сторонник консервативных отношений и все такие прочие. Вот такая страна, понимаете? Такая страна. Вы мне в интервью как-то в одном из наших рассказывали, что в России до сих пор, еще с советских времен, есть очень сильная лаборатория ядов, секретная лаборатория. Ну и, собственно говоря, мир не раз уже видел, к сожалению, в действии эту лабораторию. Там и Литвиненко, и Скрипали, еще ряд можно громких только дел назвать. И, кстати, они же и Навального травили, потом и Дмитрия Быкова. Ну, то есть много-много-много чего можно назвать. Юрий Борисович, смотрите, ну вот иногда же змея жалит того, кто ее запускает. Вот что у них там сейчас вокруг Путина происходит? Вот и дворцовые эти всякие интриги. Я думаю, напряженно. Не зря он опять ушел, залег под корягу. Он самоизолировался. Я думаю, что эта самоизоляция не в связи с опасностью гриппа какого-то или в новой вспышке ковида. У меня такое впечатление, что он боится за свою жизнь. Вокруг него идет борьба, мясорубка. Там новые полководцы появились. Кадыров, Пригожин, который выступает против такого истеблишмента военного. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Ну и в этой борьбе Путин может очень-очень-очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался. Прежде всего потому, что, судя по всему, круг людей, на которых он может положиться, он очень узок. У него есть какой-то набор людей, которые могут охранять его, как он считает, надежно, на очень узком физическом пространстве. Ну и вы правы, потому что он, нельзя сказать, конечно, что он породил этот ужас, этот ад с вот этими многочисленными средствами убийства, самых разнообразных. Вы же помните с истории яд, кого это оружие было? Самых таких мерзких, да, отродий родов человеческого, потому что мужчины побеждают там в бою с мечом, со стрелами, дальше там с пушками, с ружьями. А яд, это оружие, полных негодяев, ничтожеств. Ну и вот это все расцвело при нем, пушным цветом. И теперь оно настолько расползлось уже. Они не смогли удержать это под контролем, под единым где-то контролем какой-то определенной иерархии. И у кого теперь находится это оружие, не знает даже он. Это является источником очень большого напряжения для него. Так он боится, что его отравят? Да, вполне возможно отравят. Самый простой путь. Самый простой. Вот за год войны этой, как себя чувствуют люди в его окружении, которые в общем-то в окружении, ну там все, наверное, миллиардеры, даже не миллионеры. Но ведь жизнь у них поменялась не в лучшую сторону во всех смыслах. И жизнь их семей поменялась далеко не в лучшую сторону. И сейчас, если может вначале там им было что-то непонятно, но сейчас точно им всем понятно, что победы для них не будет. И будет только хуже. Вот насколько хуже, это только вопрос в том, насколько хуже. Но будет очень плохо, то есть будет кладбище. В лучшем случае политическое, в худшем просто обычное кладбище, то есть физическое. Неужели это сейчас их не сподвигнет к каким-то действиям? Потому что мы же знаем примеры в истории, когда в итоге, ну вот находили этого, сказали, это все он, вот он виноват, а здесь это просто найти этого виновата. Вот он есть. И выдать его Западу, выдать его Украине за то, чтобы себе сохранить какие-то деньги, там еще что-то и договориться. Вот неужели для них, для всех это не проще путь? Ну, теоретически, да, логически, это самый короткий и самый быстрый путь решения проблемы. Но для этого нужны люди, у которых должна быть воля и готовность идти на риск, даже, я бы сказал, смертельный риск. Потому что если они выиграют, все нормально, если не удастся, то все, с ними все покончено. И вот таких людей я в его окружении не видел, не вижу. Почему? Потому что, ну, во-первых, во время Путина, за времена Путина, произошел естественный отбор. Как они говорят, негативный рост произошел. То есть, доверх поднимались, поскольку он сам ничтожество. А ничтожество, оно боится сильных людей в своем окружении. Умных, сильных, решительных, потому что они для него становятся опасны. Поэтому у него, вот, те, которые под ним, они еще хуже, чем он. Вы, наверное, помните, да все помнят это памятное заседание, публичное по телевизору Совета национальной безопасности накануне. Ну, вы видели, кто там? Это же серые мыши. Просто, даже не крысы, просто мыши. Вот. Поэтому я не вижу средних тех, кто бы попытался это совершить. Ведь для того, чтобы это совершить, нужна, ну, какая-то организация. Один человек это вряд ли может сделать. Нужно несколько человек. Для этого нужно вступить в контакт с кем-то и сделать предложение. И вот на этом этапе, я думаю, все и ломается, потому что каждый, кому это придет в голову, ему страшно от самой этой мысли. А потом, ну, надо с кем-то поделиться и пригласить в сообщники. А вдруг он побежит и доложит. И все, понимаете? Вот. То есть нету таких, которые были после Второй мировой войны. Маршал Баскаленко, Жуков, да, которые брали Берию. Сейчас таких нету. Это мыши просто. Вот и все. Каждый, да, они в ужасе сейчас, что нажито непосильным трудом за 20 лет. И все это прахом, и все это сливается туда вниз в сточную канаву. Они его проклинают. Ну, и каждый сидит и надеется, что что-то случится с ним, и вот все закончится. Каждый в глубине души. Я думаю, что единственное позитивное в этом, знаете, что должно быть? Это итальянская забастовка или саботаж. То есть каждый на своем месте, вот он дает указания, а каждый на своем месте его в какой-то степени саботирует. Хоть по чуть-чуть, хоть понемножку. Но этого достаточно для того, чтобы в итоге страна и эта военная компания развалились. И вот, в частности, я так считаю, что если он даст или будет давать указание нажать на красную кнопку, он побоится это сделать, потому что подумает, что вот он точно скажет, нажимайте на эту красную кнопку, это становится понятно его окружению, что им конец, все, даже физический конец. Вот в этом случае они могут предпринять это действие. Но я думаю, что это вот только единственный случай, когда они на это могут быть способны. Вы упомянули о том, что в 2024 году в Америке будут президентские выборы, но в 2024 году в марте в России будут президентские выборы. Ну, понятно, выборы без выборов, тем не менее. Путин как-то к этому готовится. Важно это для него с учетом войны и того, что вокруг происходит или нет? Очень. Он очень рассчитывает. Это одна из тех надежд. Ему бы как вот в байке в этой детской день, ночь прожить и день продержаться. Ночь простоя день. Да, он очень надеялся на вот эти выборы промежуточные, которые прошли. Он хотел, чтобы республиканцы там побольше заняли мест. Не оправдали они его надежды. И теперь у него вся надежда на президентские выборы 2024 года. Потому что если придет Трамп, это пудель путинский, то он закончит войну за 24 часа. Он же сам сказал. За 24 часа он прекратит войну. И все мы знаем, как он может прекратить. Есть один только вариант. Тут же все остановить, и война закончится. Поэтому вот это еще один вариант, почему. Еще одна причина, почему надо заканчивать войну победой до этих президентских выборов. Юрий Борисович, я помню, как мы с вами в эфире обсуждали, то, что Путин на одном из каких-то заседаний, это до широкомасштабного вторжения было, вот несколько лет назад, показывал всему миру, это тогда прям мировые СМИ подхватили, какие-то мультики про новые виды вооружения российских, суперсмертоносных. И, в принципе, западная пресса тогда писала, о, ну там страшно, у России действительно что-то есть. Вы единственный человек, который тогда сразу вот прям нам, ну мне в интервью сказали о том, что да что вы смотрите, да это чистые мультики, да они нарисовали это, да там ничего нет, там все разворовано, там ничего не летает. Вы что, верите? И кто-то вам поверил, а кто-то сказал, да ладно, ну там вот же ж, все ж поверили, и там политики западные тоже внимание обратили. Но 24 февраля 2022 года тем, кто вам тогда не поверил, стало ясно, что вы были правы, и пугал Путин действительно мультиками. И слава богу, на счастье Украины, что российская армия настолько разворована, да, там все коррупционеры друг на друге. Но я вас вот о чем хочу спросить. Ведь они продолжают, вот Устами Рогозина недавно, который, полечив свою задницу, рассказал о том, что они изобрели какого-то суперубийцу леопардов. Ну это там супермашина. Путин тоже что-то вот недавно обмолвился, что у них есть еще какое-то там супероружие, которое они, ну не имеется в виду ядерное, судя по контексту, а еще что-то. Есть у них какие-то разработки или вот что такое, что они еще могут типа козырь какой-то в кармане держать или нет? Думаю, что нет. Ну практически уверен, что нет. Потому что для того, чтобы были разработки, надо работать было над ними не месяц, не два, не десять. А лет десять, двадцать, ну сколько он сидел президентом, они же ни черта этого не делали. Они все разворовывали и строили себе дворцы, покупали яхты. Армию, которую они создали, я всегда говорил, по-моему, в интервью вам, что они создавали армию для понтов по ближнему, за рубежью, вдоль границ Российской Федерации, для быстрых, молниеносных, победоносных войн против таких государств, как Грузия маленьких, против, как они считали, безоружной Украины, у которой, как они считали, вооруженных сил практически нет. А вот эти все разговоры о чудо-оружии, ну как же они напоминают последние месяцы и даже год Третьего Рейха. Чем ближе к концу этого Третьего Рейха, тем больше было криков по чудо-оружию. Вот сейчас мы сделаем чудо-оружие, и вот сейчас мы все это покажем. То есть для меня лично, вот чем больше этих криков о чудо-оружии, тем больше, как я считаю, они понимают, что им кирдык. И они сами себя успокаивают, что что-то там будет, ничего у них не будет, потому что Запад ответит на каждое их новое чудо, так называемое оружие, своим более новым оружием, поставкой своего более нового оружия Украине, которое нейтрализует их так называемое чудо-оружие. То есть сейчас вот стратегия одна, самая главная стратегия Соединенных Штатов в этой войне сделать так, чтобы он, даже это бледное моле и окурок, понял, что он не может выиграть эту войну. Понимаете? Вот это самое главное. Прежде всего это надо показать на поле боя. Ну, и помимо этого на экономическом фронте на проне санкций, вот сейчас ввели еще 5-го числа на нефтепродукты. Это колоссальный удар. С декабря месяца на сырую нефть ввели, у них там сейчас дело очень плохо. У них сокращается производство нефти, производство нефтепродуктов. Бюджет уже трещит. Это просто месяц с 5-го декабря по сейчас, 5-го февраля. Сейчас новый этап. Это где-то катастрофа. То есть треск настоящей экономики у них должен произойти в этом году. И в совокупность всего этого покажут. Ну, какое чудо-оружие? О чем вы говорите? Мультик еще один нарисуют. Потому что, когда изобретает чудо-оружие, об этом не болтают. И вот тут же внезапно демонстрируют на поле боя, чтобы был шок и ужас. А когда шок и ужас, это Рогозин и Медведев, кроме смеха ничего не вызывает. Юрий Борисович, мы весь мир наблюдал вот все эти дни за шпионскими какими-то играми, войнами между Америкой и Китаем. Потому что китайский шар, воздушный разведчик, шпион, который летел над Америкой несколько дней, были сомнения сбивать, не сбивать, в итоге его сбили, потому что он был над секретными объектами. Китай заявил, что это, мол, ничего такого, мы не следим. Это просто заблудился их дирижабль, который погоду мерил, температуру измерял. В то же время в Китае разразился скандал. Одна из их самых известных актрис китайских была заподозрена в работе на США. Ее шпионкой называют ЦРУ. То есть они свои действия предпринимают ответные. Ну и самое основное, что сейчас ведь должен был быть визит Блинкина в Китай, на который, в принципе, мы в Украине надеялись. Я очень хотела, потому что я за этим следила, думаю, ну вот-вот, потепление, которое сейчас в экономике, в торговле, во всем отразится, и для нас, для войны, для победы Украины это важно. Но отменился визит. То есть что это, я сейчас в контексте, опять же, своя рубашка ближе тела, что это все, вот их отношения, все эти телодвижения шпионские, что это значит сейчас для нас, для Украины, и как это на войну дальше повлияет? Вот эти шпионские страсти и этот шарик этот, это очень-очень не кстати, очень не кстати для Украины. Потому что, правильно вы говорите, намечалось сближение, даже не сближение, то есть Китай протянул пальму ветви, назначили нового министра иностранных дел, посла Китая в Соединенных Штатах, который, ну, первым делом он сказал, у меня много друзей, мы должны налаживать отношения. И Китаю это нужно, потому что с экономикой плохо, улучшение отношений с Америкой, им трудно будет решить свои экономические вопросы. Что касается вот новейших технологий, так это вообще у них, ну, совсем плохо, в связи с эмбарго, который подписал на микрочипы Байден. То есть все вроде развернулись, и вот Клинкин должен был ехать для того, чтобы договариваться, это вот как, и это вот на тебе этот злополучный шар. Если бы я был конспирологом, я бы предположил бы, возможно, что это Путин его надул и запустил. Большего идиотизма, ну, совсем не надо было, понимаете? Ну, что, кстати, на своем канале я это говорил, по-моему, вот в вчерашнем видео. Кто хочет, ваши зрители могут пойти и ознакомиться. В китайском руководстве образовалось две фракции. Одна, которая, ну, я так условно бы сказал, во главе ее стоит бывший, снятый недавно, министр иностранных дел Ван И, который не был выгнан, он был переведен в Политбюро как главный стратег внешней политики. То есть он не ведет конкретно политику, где не занимается министр иностранных дел, но он стратег. И вот он сторонник отношений с Россией. Там идея такая, что чем дальше затянется война, а в эту войну все больше втягивается Соединенные Штаты и НАТО, то есть они увязнут в этой войне Запад, Украине, и тогда это освобождает Китаю, дает свободу маневра в Юго-Восточной Азии в отношении Тайваня. Это одна группа. Вторая группа, вот министр иностранных дел новый, и ежесиме интеллектуалы китайские, влиятельные, которые говорят вот то, о чем мы говорили, что надо завязывать с этим Путиным, потому что он подставил Китай, он нанес огромный ущерб экономическим, политическим интересам Китая. Китай хотел, когда товарищ Си давал товарищу Пу разрешение на эту войну в начале Олимпийских игр, он же надеялся, что война будет, Путин же ему обещал молниеносную войну, да? А в результате получилось, да, в результате которой ослабнет НАТО, а следовательно Соединенные Штаты. Сейчас Соединенные Штаты стали самой, опять они возродились как самая мощная держава современности, Китай куда-то там задвинули, короче говоря, все происходит наоборот. И вот эти две группировки столкнулись между собой. И на этом фоне взлетает этот дурацкий шарик. А кто его запустил? Уволили таково начальника гидрометеоцентра Китая, который дал указание запустить этот шарик. И вот сейчас вопрос, то ли он сам его запустил, то ли ему позвонил условный товарищ Иван И сказал, запускай. Потому что этих шариков, а у них появилась с 2020 года целая флотилия. И первые шарики куда полетели? Над Японией, второй полетел над Тайвань, над Тайванем. Это два стратегических объекта для Китая. То есть они летели туда, куда надо. Поэтому, значит, теперь это первый, при администрации Байдена это первый шарик. Но говорят, американское разведывательное сообщество, что при администрации Трампа три шарика летало. Три. Сейчас, правда, мы их не засекли, когда они летели. Но мы из других источников, то ли агентурная разведка, то ли электронная, получили информацию, что их было три. Поэтому можно это рассматривать как случай, вполне допускаю, 50 на 50. А можно рассматривать как вариант борьбы двух кланов в китайском руководстве. Но для Украины это не важно, то есть не очень хорошо, потому что, да, если Китай будет ближе к России, то это плохо для Украины. Нормализация отношений Китая и США, это хорошо для Украины. Я думаю, что, ну смотри, у Китая это очень сильная заинтересованность Китая улучшить отношения с Соединенными Штатами, потому что экономика прежде всего. И глобализация, им надо глобализация. Китай, без Америки она невозможна. Поэтому Блинкен, он не отменил визит, он его отложил. Будем надеяться. Вот сейчас очень важно, ВМС США сейчас отлавливает в водах Атлантического океана останки этого шарика. Вот что они там найдут, китайцы клянутся. Записывают Путина. Да, печатки пальцев Путина. Китайцы клянутся, что там нет никакой шпионской аппаратуры. Вот наблюдаем, что там будет. Юрий Борисович, буду отпускать вас напоследок. Главный вопрос для всех нас. Ваше мнение с учетом и опыта, и знаний, и просто интуиции. Когда мы победим? Когда закончится война? Это вопрос с Олеси на миллиард долларов. Я думаю, что в этом году значительная часть материковой Украины, то есть оккупированная временно, временно оккупированной территории, оккупированная вот с 2014 года на основной части Украины, в значительной степени будут освобождены. И на следующий год оставят Крым. То есть Крым останется на второй, на второй срок. На второй этап, как? Да, на второй этап, который должен решиться в 2024 году. Юрий Борисович, желаю нам, вам, чтобы быстрее мы все праздновали победу, пили за нашу победу. И слава Украине! Героям слава, лично.